приветствуем все зрители этого канала вкусно и быстро и сегодня мы будем готовить грушевый пирог но все мы знаем что основой для дрожжевого теста является опара и сейчас я покажу как правильно ее приготовить для приготовления опары нам понадобится пол литра теплой воды 4 столовые ложки сахара без горки 4 столовые ложки масла 1 столовая ложка соли без горки 1 столовая ложка дрожжей и 5 столовых ложек муки муку мы сразу насыпали в тарелочку не будем брать начинаем смешивать ингредиенты выливаем подготовленную емкость в воду вода должна быть теплая потому что иначе дрожжи не смогут запуститься добавляем сюда сухие дрожжи очень важно выбирать качественные дрожжи которые будут хорошо давать пару аккуратно перемешиваем это для перемешивания вы можете использовать венчик можете делать это ложкой это в принципе не особо далее берем сахар и высыпаем 4 столовые ложки в воду где у нас уже дрожжи далее добавляем перемешиваем сахар добавляем соль и начинаем потихонечку вводить муку муки сначала берем небольшое количество буквально по этому рецепту 5 столовых ложек нам необходимо сделать как бы очень жидкое тесто сначала дрожжи должны прореагировать с сахаром они начинают перерабатывать сахар и вследствие этого появляются пузырьки углекислого газа в тесте и тесто начинает подниматься если вода будет холодная то дрожжи не смогут достаточно запуститься для того чтобы взаимодействовать с сахаром если вы возьмете слишком горячую воду либо вы это спровоцирует то что может сразу свернуться мука то есть свариться банально вот либо после этого могут погибнуть дрожжевые грибки которые нам очень нужны по вкусу можно также добавить корицу последним ингредиентом которые мы добавляем в нашу смесь является растительное масло здесь нам необходимо 5 столовых ложек ни в коем случае нельзя добавлять масло сразу в первые этапы приготовления опары потому что если дрожжи окажутся сразу в масле они не смогут правильно прореагировать с сахаром и это повлияет на качество и итоговый результат может быть не таким каким мы хотим после перемешивания всех ингредиентов мы видим что у нас получается относительно жидкая смесь и мы в нее начинаем еще дальше вводить муку мука вводится небольшими порциями перемешивая венчиком предварительно муку мы просеиваем я это на видео не записал но она уже просеянная у меня поэтому вводим небольшими порциями по три-четыре столовых ложки перемешиваем каждый раз чтобы не было ни комочков ни рвоздков ничего такого готовую опару можно накрыть пищевой пленкой и очень желательно чтобы она некоторое время постояла в теплом месте для того чтобы запустился процесс брожения далее эту опару мы будем использовать в приготовлении пирога это будет следующее видео пока что накрываем пленочкой аккуратно по времени опара может стоять примерно 15-20 минут мы должны смотреть по появлению пузырьков в растворе и если уже они появились в достаточном количестве то это говорит о том что опара готова и в нее можно дальше будет добавлять муку и собственно замешивать тесто